Здравствуйте! Информационный портал Улправда.ру представляет итоги дня в студии Дарьи Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Выращивали коноплю в промышленных масштабах. В Ульяновске закрыли два наркопритона. В Москве создадут посольство Ульяновской области. Куда потратить 50 миллиардов, обсуждают в правительстве. Дни Ульяновской области в Совете Федерации закончились больше месяца назад, а итоги работы обсуждают до сих пор. В Москве вышло постановление Верхней Палаты Парламента о выделении 50 миллиардов рублей нашему региону. О реализации федеральных денег говорили на профильном совещании. Губернатор Сергей Морозов и правительство Ульяновской области при участии членов Совета Федерации проделали большую работу по определению приоритетных направлений развития региона в рамках федеральной повестки. Результат – постановление Верхней Палаты Парламента о выделении 50 миллиардов рублей нашему региону. Финансы будут поступать в течение ближайших четырех лет на реализацию крупных инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, образования, экологии и транспорта. Сегодня сформированы проектные офисы по каждому из направлений с участием депутатов Государственной Думы. Напоминаю, что постановление Совета Федерации, Федеральное собрание, вышло 27 февраля. В связи с этим, обращаю ваше внимание, прошло уже три недели. Поэтому хочу сейчас выслушать и руководитель правительства, и в качестве судокладов министров о том, кто, как, как на уровне, за каждым пунктом расписан, у кого, какой конкретно план действий, когда, кто начнет докладывать жителям Ульяновской области и мне, законодательным собранием, как предстоятельным населением, для расходов, об выполнении конкретных планов. В постановлении отражены проекты, связанные с развитием здравоохранения и образования. Документ содержит целый ряд проектов развития транспортной инфраструктуры, а также масштабные проекты по строительству очистных сооружений, рекультивации несанкционированных свалок, противооползневых работ. По каждому проекту на сегодняшний день разработаны индивидуальные дорожные карты, четко понятные, в какие сроки должны быть, какие сделаны работы, когда должна быть проведена работа по разработке проектно-сметной документации, какие средства должны быть предусмотрены, в какие сроки должна быть подана заявка в какие национальные проекты или, соответственно, государственные программы. И сейчас данные дорожные карты, они отфиксированы, утверждены, и мы переходим в ежемесячный режим контроля данных проектов. В работу увлечены все ветви власти региона. В законодательном собрании исполнение постановления Совета Федерации находится на особом контроле. Все, что касается законодательных инициатив, таких как возможность получения субсидий образовательным учреждениям, которые сельхозпроизводством занимаются, например, Рязанский сельхозтехникум, то есть в эту работу включаемся мы, и мы будем готовить и подавать законодательные инициативы в Государственную Думу. Слаженная работа не только областных ведомств, но и регионального парламента очень важна. Кстати, все межбюджетные отношения будет контролировать председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске открылся театральный фестиваль «Лицидей». Он зародился еще в 1993 году как конкурс для актеров драмтеатра. В 2007 он перерос в региональный фестиваль и стал главным событием для всех театральных движений региона. На открытии побывала Ирина Антонова. Накануне в Ульяновском драматическом театре было оживленно и шумно. Сюда на открытие 13-го фестиваля театров Ульяновской области «Лицидей-2019» съехались все театральные коллективы области. Сегодня у нас повод двойной. Не только открытие фестиваля, но и в рамках фестиваля. Мы отмечаем 75-летие региональному отделению Союза театральных деятелей. Сегодня у нас в гостях федеральные гости по этому поводу. В ближайшую неделю театры представят свои лучшие спектакли прошлого года, которые были выдвинуты на соискание премии театрального конкурса. Мы очень ждем эти показы. Давно билеты проданы. И мы рады, что это все проходит в эти дни, накануне нашего Международного дня театра. Из открытий у нас будет участвовать два новых театра. Один театр, который организовал актер и режиссер Александр Лебедев, он называется «Другое место». И замечательный коллектив детский. Это впервые у нас участвуют дети разных возрастов в школе мюзикла «Сердце». Это такое интересное шоу, где дети и поют, и рассказывают. Праздничное действие началось с фойе театра, где выступил Самарский театр «Клоунады. Пластилиновый дождь». Он уже знаком ульяновским зрителям с зажигательными перформансами. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась на основной сцене ульяновского драмтеатра, куда вышли все актеры и руководители театров, участников фестиваля. Среди них были и самые юные, учащиеся школы мюзикла «Сердце». Всех присутствующих в зале и на сцене поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Театр всегда исполнял важнейшую просветительскую миссию. Театр всегда способствовал воспитанию и подрастающего поколения, и людей, которые уже сами воспитывали своих детей. Но одновременно театр являлся примером для всех нас. Я хочу с огромным удовольствием сегодня поздравить нас всех с началом театрального фестиваля. Удачи! Всем че-то! В этот же вечер глава региона вручил губернаторскую премию «Продвижение» за популяризацию театрального искусства. 13-м обладателем премии стал Ульяновский театр «Кукол» имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Заодно глава региона выступил с инициативой увеличить в 2019 году номинал премии со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Также губернатор напомнил, что 27 марта впервые состоится театральный диктант и пригласил всех поучаствовать в нем. Текст будет читать заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации Валерий Шейман. К слову сказать, Валерий Сергеевич в этом году возглавил жюри фестиваля, которое будет в течение 7 дней просматривать и оценивать всех участников театрального конкурса. Я бы не хотел рассматривать театральный фестиваль как соревнование. В искусстве соревнования дело... Я думаю, что участники фестиваля уже победители. Просто у разных коллективов есть разные лучшие стороны их театрального творчества. И я думаю, что мы постараемся высмотреть в участниках фестиваля их достоинства и отметить их. Вручение специальных творческих наград театра состоится в день закрытия фестиваля 27 марта. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения недостоверной информации или так называемых фейковых новостей. Речь идет в первую очередь о данных, которые приходят из соцсетей. Зачастую в них вбрасывают лживую информацию, которую потом публикуют, не проверяя средства массовой информации. Все это может привести к панике среди людей и помешать работе спецслужб. Из последних ульяновских примеров можно вспомнить своеобразный флешмоб, когда в сети массово публиковались фото с червями в еде, якобы сделанные в школьных столовых. Поводом стала вспышка эхинококоза в Суворовском училище. После выяснилось, что часть снимков была фейковой. В случае нарушения закона граждан ждет штраф на сумму до 100 тысяч рублей. Должностных лиц до 200 тысяч и юридических до полумиллиона. Из столицы под крыло малой родины ульяновскую молодежь хотят возвратить из Москвы. Такое предложение Сергей Морозов озвучил на встрече с новоиспеченным председателем молодежного правительства Ульяновской области. В Москве планируют создать цитатово на основе молодежное правительство Ульяновской области. Такое предложение озвучил губернатор Сергей Морозов на встрече с новым председателем молодежного правительства Ульяновской области Дарьей Михайловой. Диалог состоялся накануне днем. Мы должны создать такое бонусное молодежное правительство в городе Москве для активной работы с нашими земляками. Кто-то из них получил замечательное образование, захочет вернуться. И мы будем способствовать тому, чтобы он вернулся. Как отмечает глава области, в таком посольстве региона в столице должны войти лучшие представители молодежной ячейки. К слову, информация о лидерах молодежного движения должна быть максимально доступной для всех. О достижениях и успехах активных представителей будет рассказывать так называемые профайлы в интернете. Аккаунты с насыщенным контентом – часть плана по подготовке к Всероссийскому съезду Ассоциаций молодежных правительств, который пройдет в Ульяновске с 24 по 28 апреля. Мы будем принимающей стороной, в соответствии с этим у нас будут все субъекты Российской Федерации, где мы будем непосредственно обмениваться опытом, вбирать в себя лучшие практики и, конечно, рассказывать о наших самых сильных направлениях, которые есть, и в дальнейшем развиваться в еще большем ускоренном режиме. Главная задача, которая сейчас стоит перед молодежным правительством при подготовке к масштабному событию – создать конкурентоспособный проект. Именно его, как визитную карточку региона, представят на площадках съезда. Для этого в эти выходные для представителей молодежного правительства стартует образовательная сессия. Под образовательным блоком имеется то, что мы даем членам молодежного правительства Ульяновской области совершенно новые знания, новые умения, новые навыки, для того, чтобы они смогли внедрять новые, лучшие практики для нашего региона. Туда будут входить мастер-классы по самым разным направлениям. Это ораторское мастерство, проектирование и многое-многое другое. О дальнейших планах развития, об итогах работы за 2018 год Министерство молодежного развития часом позже говорили на заседании коллегии. С 1 апреля в регионе стартует школа социального проектирования, где будет усилена работа по подготовке форумной кампании. В 2018-м это направление по сравнению с прошлыми годами в регионе значительно просело. Более точной работы потребует и политика вовлечения в молодежную повестку региона «Работающий молодежь». Совет работающей молодежи у нас обновляется. Ребята заинтересованы. Та программа продвижения, которая у нас работает с работающей молодежью, она и останется работать. Но и мы, конечно, запланировали большой-большой форум работающей молодежи в этом году. Сергей Морозов попросил заострить внимание молодых коллег на двух проектах. Молодежная столица Европы и молодежная столица Ульяновской области. В этом году региональным молодежным центром стал рабочий поселок Новоспасский. Программа подразумевает определенный результат. Как пример, приток молодых людей, влечение количества счастливых девушек и юношей и строительство дома молодежи. Несколько лет назад мы, собрав молодежное правительство и проанализировав всю молодежную политику, пришли к пониманию, к плачевному пониманию того, что мы отстали на многие-многие-многие годы. В результате мы оказались, когда мы анализировали, на каком мы месте среди молодежных правительств Российской Федерации, на самом последнем. И тогда амбиции возобладали нами. Затрагивая вопросы рейтинга, у нас есть наш рейтинг, систему кричевых показателей. Она у нас опубликуется где-то в ближайшее время, но я могу вам уже сказать, что точно ваш регион очень значительно поднялся в этом рейтинге. По линии Приложского федерального округа вы седьмые из 14, поэтому я считаю, что это хорошо, очень хорошо. Помимо этого, федеральный гость отметил тесную связь районов и областного центра по работе с молодежью. Тому подтверждение – качественная работа специалистов. В этот день свои награды из рук губернатора получили лучшие сотрудники районов по работе с молодежью. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Перестрелка с полицейскими и плантация марихуаны. В Ульяновской области задержали местных жителей, промышлявших незаконным оборотом наркотиков. Подробности в нашем сюжете. В садоводческом обществе, расположенном неподалеку поселка Мостовая в Ленинском районе, полицейские обнаружили целые поля конопли. На месте изготовления и хранения запрещенных веществ сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с бойцами спецподразделения «Гром» обнаружили четверых ульяновцев. Двое попытались скрыться, и еще двое открыли по полицейским стрельбу из пневматического оружия. Несмотря на отпор, все четверо были задержаны. У мужчин изъяли несколько единиц травматического оружия, охотничье ружье и боеприпасы. После осмотра нежилого помещения было установлено, что на первом этаже была оборудована теплица, в которой в промышленных масштабах выращивалась конопля. На втором этаже осуществлялась ее переработка. Также полицейские установили местонахождение еще одной нарколаборатории, находящейся в поселке Мокрый куст Ульяновского района. Всего из двух точек изъято 50 кустов специальных сортов конопли, семена для выращивания которых приобретены за пределами страны. В настоящее время по данному факту, следственной частью Следственного управления МВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. По ходатайству следствия судом всем четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанными оказались трое молодых людей, жителей областного центра и 43-летний житель Сурского района, двое из которых ранее судимы. Женское предпринимательство развивается в регионе семимильными шагами. На прошедшем форуме деловых женщин наградили победительность конкурса женских предпринимательских проектов. Среди победителей проекты в сфере образования, красоты и здоровья, сельского хозяйства и социального предпринимательства. Одна из лауреатов создала свое Кота-кафе, первое в России. С виду обычное кафе, если бы не одно, но каждый день посетители здесь встречают вот такие дружелюбные, пушистые, лохматые коты и кошки. Здесь и можно практически все. Залезать на тумбочки и полки, носиться или лениво передвигаться по комнатам, есть вместе с людьми. Взамен от четвероногих друзей ждут игривого настроения и дружелюбного настроя. Идея организовать Кота-кафе в Ульяновске пришла молодой девушке год назад. Софья Митина, вдохновившись опытом страны восходящего солнца, решила сама открыть первое в Ульяновской области кафе с кошками. Подобных заведений от Чукотки до Калининграда в целом можно пересчитать по пальцам. Кота-кафе изначально появились в Японии, еще около 20 лет назад. Там люди приходили туда, приходят по сей день просто созерцать кошек. У них это главное увлечение. Когда Кота-кафе появились в России, и цель их работы немного изменилась, у нас это как социальные проекты. Кошки ищут дом, а не из приютов, либо передержек от волонтеров. Если кошка привыкла во время посещения кафе к гостю, а он к ней, ее можно забрать домой. Правда, Софья и ее команда продолжат следить за судьбой питомца, попросят фотоотчеты, будут постоянно на связи с новым владельцем. Чтобы знать наверняка, что четвероногий друг в надежных руках. За год работы кафе свой дом обрели свыше 20 животных. Есть сейчас забронированные котики, которые тоже скоро уедут домой. Есть очередность котов, чтобы к нам попасть. На данный момент у нас их 15. Мы стараемся придерживаться примерно этого количества, потому что, как мы выявили опытным путем, оно максимально комфортно для самих кошек. Если коты устали от человеческого общества, то они спокойно могут уйти в отдельную комнату, где у каждого есть свое место, лоток и миска. Раз в месяц к животным с плановым осмотром приходит ветеринар. Все коты кастрированы, а кошки стерилизованы. Сама работа заведения выстроена по принципу тайм-кафе. Человек платит за время, проведенное здесь. Помимо общения с кошками, посетители могут провести время за настольными играми и отдохнуть за чашечкой чая. Деньги идут на содержание котиков, наполнитель лечения, ветеринарное обслуживание и так далее. Приют нас поддерживает, помогает всегда. Если какие-то вопросы котика на карантин отправить, то это к ним мы всегда обращаемся в этом случае. Софья Метина и ее котики удостоились высшей награды на прошедшем на днях в Ульяновске Международном форуме деловых женщин. Проект «Кота-кафе» победил благотворительной номинацией «Помогаем людям». В центре Ульяновска планируют переименовать остановку. Комитет по сохранению памяти Ульяновского высшего военно-технического училища обратился в городскую администрацию с просьбой переименовать остановку с улицы Робеспьера на сквер военно-технического училища. Что думают сами ульяновцы, узнаем в нашем опросе. Остановите у сквера военно-технического училища. Возможно, именно такая просьба об остановке скоро времени будет звучать в местных маршрутках. Между привычной оставьте у Робеспьера. С просьбой о переименовании остановки на улице Карла Маркса в местную администрацию обратился комитет по сохранению памяти училища. А понравилась такая идея самим ульяновцам. Вот если серьезно, нужно бы. Почему? Потому что народ не знает, кто такой Робеспьер. Это было давно и было ли. А училища, вот оно. Я за надобности переименований не вижу. Почему? Потому что люди привыкли к остановке. Самое страшное – это перемены. Те, кто желают, пусть заплатят за эти деньги, у них сразу желание пропадет. Эту остановку? Ну, это я не знаю. Переменовывать все равно. Здесь уже парк вроде бы сделали. Пусть и делают. И остановку тогда. Думаю, имеет место быть. Почему? Здесь же военная организация находится. Думаю, правильно будет так, и все будут понимать. То есть, кто-то будет говорить, мне нужно туда-туда-то, и сразу поймут, о чем говорят. Ну, смысл. Я вот не вижу вроде. Это все равно деньги. В первую очередь. Ну, какая разница, как будет остановка. Остановка и остановка. Честно говоря, разницы никакой. Что училище бывшее, что Робоспьера улица. Оно все здесь рядом находится. И училище было тоже Карла Маркса, Робоспьера. Так что, ну, может быть, хорошо, конечно, что будет училище незабываемым, потому что она у нас была одной из лучших училищ. Наверное, не надо. Почему? Я вообще не знаю, все привыкли уж к этой остановке. Понимаете? Да мне, знаете, как-то. Ну, в принципе, можно и так. Можно и так. Ну, старые люди будут путаться. Я думаю, то, что им будет привычно слышать, что это Робоспьера, потому что многие здесь живут, именно старый фонд людей. Поэтому, наверное, будет сложно. За. Почему? У меня дедушка и дядя здесь служили, поэтому да. Стоит переименовывать? Стоит. Почему? Потому что училище очень хорошее. Очень жаль, что его сейчас нет. Очень жаль. Сейчас вот силами общественности сделали сквер. Это силами общественности и жильцов. Если сделают память об училище, я буду очень довольна. Спасибо. В Ульяновске на одну ночь перекроют легковую «восьмерку». По информации администрации, движение автотранспорта. На спуске Степана Разина планируется перекрыть в ночь с пятницы на субботу с 24.00 до 6 утра. За это время будут проведены работы по бурению шурфов. Это необходимо для проверки состояния грунтовых вод под дорожным полотном для планового противодействия оползневым процессам. Уже днем в субботу, 23 марта, из-за встречи партии КПРФ с избирателями, движение будет ограничено в центре. С 11 до 14.30 ульяновцы не смогут проехать по легковой «восьмерке» улицами Наева и Гончарова. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале. Уллправда.ру До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok